Всем привет! Блендер 2.90 И захотелось именно вот этому скелету коня такого подогнать именно с костями Как его сделать? Давайте будем разбираться, но делать будем в The Brush Можно и здесь конечно отмоделить все это дело, но будем лепить Можно конечно коня вот этого скелета купить в интернете Моделей очень много Допустим деталей таких четких вам не надо а для анимации или там допустим где-то в какой-то сцене чтобы там валялась какая-то туша где-то возле развалин допустим, ну так вот в таком духе вот такой вот скелет Все, давайте разбираться как его сделать относительно быстро конечно Итак The Brush 2019 С чего начать? Можно именно загрузить лошадь которую вы возможно когда-то делали или просто скачать лошадь сейчас проще чем вот эту вот анатомию скелетов там пособия какие-то в 3D Давайте вот начнем импортируем сюда скаченного скелета или скелета можно взять в лицбоксе по-моему в какой-то модели здесь вот в 2007 точно был скелет есть кисти тоже со скелетами давайте посмотрим как они выглядят уже заодно Так, сначала откроем сферу примитив Edit Make Polymes и подгрузим кисточку Итак, вот такие вот части тела вот такой вот скелет это вот к нему тут разные ноги разные там черепушки ребра глаза добавляются кисточку можно скачать в интернете она бесплатная по-моему даже должна уже быть в этом в 2021 возможно что-то такое Так Ну а теперь включаем стандартную кисть так, где она тут и вот это все дело давайте посмотрим полигоны полигруппы вот с этим скелетом можно работать вот взять у него позвоночник взять у него кости взять тазовую вот эту кость и уже собрать полностью лошадь Так давайте это все дело теперь Ctrl W и разделим все это дело Split Group Split Окей Так теперь сферу можно Delete удалить и давайте работать с этим скелетом сделаем ему полигруппы так нам понадобится во-первых вот эта вот берцовая кость так мы ее маскируем вот так вот вот таким образом и делаем Ctrl W следом что нам понадобится нам понадобится таз ребра вот эти вот так что вот это тоже мы все дело маскируем тазовую кость вот что-то в таком духе смотрим чтобы все было нормально тут так нутри ключицы пока нам не нужны но в принципе можно их тоже взять так потом можно их обрезать будет так вот таким вот образом и делаем тоже Ctrl W полигруппу ну вот в принципе все что нам понадобится теперь делаем дубликат из дубликата забираем Ctrl Shift берцовую кость заходим в геометри и нажимаем Modify Topology Dale Hidden скрываем то что нам не нужно дальше выбираем вот этого персонажа и забираем у него вот эти части делаем геометри так Dale Hidden теперь включаем Fluor смотрим как он тут у нас установлен берцовую кость пока можно отключить и поработаем вот с этой частью так это вот сюда Alt левая кнопка мыши передвигаем так вот такая штука получается теперь вот это все дело маскируем вот так делаем вот такую штуку гизм чтобы выровнялась и чуть-чуть где-то вытягиваем вот так это все потом подкорректируется попрорежется не проблема так теперь что нам нужно сделать вытянуть именно Moft Apology побольше Drop Size и вытянуть грудину вот эту так здесь она получается что так разная это вот уже так тут я зацепил Ctrl Z нужно взять один позвоночник подальше и вот теперь можно его оттаскивать вот так так следом что снимаем маску и можно вот этому всему сделать Dynamesh так делаем Dynamesh побольше резолюцию чтобы все это дело не распадалось так смотрим теперь поле группы Ctrl W одну делаем и вот теперь можно попробовать о грудину эту всю повытягивать и как бы вперед вот так и как бы к низу и вот эту часть тоже как бы приплюснуть вот так вытянуть в бок так вот эта шея нам не понадобится ее можно обрезать мы обрезаем смотрим сверху что получается вот эти лопатки вот эти лопатки желательно их как бы вниз опустить так делаем Ctrl и и попробуем ротации без гизму вот так это все перекрутить и чуть-чуть как бы сюда опустить так вот такая штука получается в принципе лопатка есть уже прикольно ее можно побольше теперь поставить вот эту функцию дров сайз и попробовать уже ее подкорректировать потом ее можно конечно где-то пролепить это уже второстепенно так что еще тут нужно смотрим на таз теперь все это дело вытаскиваем гизму и попробуем нормально так перекрутить вот таким вот образом так следом нам понадобится кость вот это мы переключаемся на нее ее так перекручиваем и подставляем вот именно с левой стороны так вот теперь чтобы было более-менее точно нужно текстуру подгрузить лошади нужно ее скачать в интернете чтобы уже пропорции более-менее нормально сочетались смотрелись так вот эта картинка пойдет текстуру включаем подгоняем с помощью глаза ее уменьшаем вот так подставляем вот как-то так и прозрачности делаем вот таким вот образом теперь Z отключаем глаз и видим что зря мы оттянули вот этот позвонок контрол маскируем и с помощью Gizmo вертаем все вот сюда теперь возьмем немножко Skyl и уменьшим ну чтобы тазовая была поменьше вот так где-то ну и чуть-чуть кверху приподнимем вот таким вот образом так снимаем маску и вот позвоночник теперь большим Gizmo давайте все это дело подровняем вот так жопу поднимем здесь как бы вперед выше ну и ребра можно вот так как-то оттянуть так теперь выбираем косточку ставим Gizmo отключаем если сбой произошел там выровнять ее надо конечно можно через Shift но это кому как удобно и вот теперь мы делаем что вот эту косточку перекручиваем и подставляем вот к этой косточке которая здесь вот уже нарисована следом делаем дубликат перекручиваем косточку ну и можно ее подставить вот сюда вот так теперь немножко ей скайл поменьше делаем и подставляем вот сюда все потом будем корректировать так что сначала расставляем кости так теперь можем переключиться на верхнюю кость делаем дубликат так вот она перекручиваем и подставляем уже вот сюда здесь ее можно тоже скайл немножко уменьшить так смотрим где да как ну а нижний будем потом вот эти вставлять там нужно сплюснуть уменьшить еще копыта добавить сейчас покажу как копыта добавляются так shift z убираем картинку выбираем допустим вот эту кость так скайл и сделаем побольше оттащим смотрим как она тут устроена и можно немножко ее сплюснуть вот так как то теперь смотрим куда она там подошла ну и таз потом подкорректируем так ладно это есть тут тоже что-то похоже можно теперь продолжать вот это все дело дублировать давайте вот эту косточку сначала опять же дублируем и делаем дубликат и теперь эту косточку так дровсайз поменьше сделаем чтоб не выбешивал так и мов теперь опять же подставляем подкручиваем вот сюда выставляем кость опять делаем дубликат перекручиваем чуть-чуть можно ее сплюснуть и подставляем ее вот сюда вот так к грудине вот к этой клопатке так следом опять делаем предыдущей кости дубликат чтобы можно было ими работать а потом все равно все будет объединяться для анимации так опять же уменьшаем подставляем подгоняем ну вот что-то в таком духе получается где взять шею вот это да ну можно сделать кисточку но это опять же время тратить можно взять уже готовую вот эту модель позвонка сделать дубликат вот делаем сейчас дубликат этот пока отключаем и control shift резкой просто вырезаем позвонок вот таким вот образом так теперь нужен нам вот этот верхняя часть мы ее просто перекручиваем включаем видимость вот этого скелета и подставляем вот сюда теперь мы это все дело немножко уменьшаем смотрим чтобы он установился именно по полосе и так немножко еще перекрутим также можно ее немножко все это дело вытянуть побольше сделать вот так и вот у нас уже присутствует шея которую нужно именно поставить на свое место так это тоже есть ну в принципе все нужно обрезать control shift ненужные части вот этой шеи теперь можно сделать ей опять же дубликат потому что нам еще понадобится хвост и вот так это все дело все поставить и scale уменьшить и больше вытянуть вот так вот теперь у нас присутствует и хвост так его можно еще пошире чуть сделать потом можно поднадуть флатеном если что-то где-то не так и уже мофт опологи можно вот так его объединить сначала сделать дай нам эш так и теперь так что тут такое вот теперь он объединился и можем его гнуть вертеть как нам надо придавать ему любую форму ну конечно можно еще долепить в принципе все готово остается только еще косточки добавить и копыта как это все дело сделаем да вот эту косточку лошади так вот выбираем ну давайте новый тул сферу сделаем ей make polymes и вытянем лошадь сделаем теперь кисть стандарт и все дело это разъединим сделаем grow split сферу можно delete удалить ок остается вот этот конь мы его немножко вот так вот подгадываем устанавливаем возможно как-то по центру если нам это нужно чуть-чуть перекручиваем тут не принципиально теперь вот так вот делаем и control shift не нужное просто удаляем вот вот у нас остаются копыта копыта нам нужны с одной стороны так что одним можем так замаскировать control w и оставить только правый ну в смысле левый и зайдем теперь в геометрии и найдем модифит apology сделаем dl hidden все теперь заходим на основного нашего персонажа скелета находим саптулы и находим append и находим вот они наши тут копыта копыта мы теперь разворачиваем так control z n английская находим копыта чтобы быстро по саптулам перемещаться и теперь смотрим что тут у нас перекручиваем гизму их и подставляем вот сюда большие они нам не нужны в представлении именно копыт как они есть да и вот так их подставляем control маскируем одну вот эту копыту control и и давайте ее выведем вперед вот сюда как бы вперед так control и а эту вниз ровно чтобы они стали так это дело тоже есть теперь нам понадобится какая-нибудь косточка так выбираем любую вот эту поближе копыту и делаем ей дубликат делаем move подставляем alt подтягиваем чтобы видеть что мы тут будем делать так это все дело смотрим как она сделана вот вот так да вот в принципе вот так вот устраивает вот эта штука ее подгоняем сюда обрезаем на эту лишнюю часть обрезаем так мофт оположи где-то какую-то деталь можно подсадить поближе пока потом все это будет долепливаться ну а теперь копыта N копыта и первая копыта вот эта мы сейчас переведем туда где она должна стоять то бишь вот сюда так пусть тонкая будет вот эту часть потом долепить надо будет подкорректировать Ctrl Z Alt левая кнопка мыши делаем еще один дубликат вот этой кости вот сюда ее теперь подставляем копыту чуть-чуть перекручиваем чуть-чуть где-то доводим и сюда вот так вот подставляем так вот где-то здесь тоже ее лишнее обрезаем находим N копыта делаем Ctrl и и теперь вот это копыта подставляем к этому к этой части вот так ну вот что-то в таком духе получается так что у нас с задним копытом Ctrl и давайте его немножко вперед подадим во вот 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 уже готовый персонаж скелета лошади где взять голову лепить ее опять же неохота как обыграть эту ситуацию ну тут нам поможет опять же вот этот персонаж вот этот лошади что нам нужно сделать поработать маской делаем кисточку делаем X смотрим где X-симметрия коня немножко Ctrl Z не разрываем а подгоняем чтобы он был симметричен так вот так теперь можно рисовать даже без симметрии если лошадь чуть-чуть несимметрична и делаем вот такую штуку рисуем Ctrl вот эту часть забираем вот так вот вот эту часть тоже забираем нос как-то вот так вот так все получается а здесь рисуем вот эту забираем челюсть так так здесь поменьше кисточку и Ctrl Alt по рисунку по рисунку более-менее так моделем вот эту вот вот эту часть лошадь здесь тоже чтобы было прореха чтобы потом нужно было что-то сделать с этим конем где-то пролепить вот эту часть тоже надо забирать вот так лишнее нам не надо и вот эту часть где черепушка тоже заберем ну получается что-то в таком духе и здесь поможет нам именно функция Extract смотрим что получается да в принципе и нормально получилось снимаем маску и теперь заходим где наш скелет находится вот он и просто append добавляем сюда вот эту голову предварительно предварительно сделаем make polymesh чтобы у нас была одна башка и вот теперь делаем append и вот она наша голова находим голову вот она и здесь уже перекручиваем долепить ее по-любому придется как-то переделывать но это уже есть картинки в интернете надеюсь вы это уже сможете сделать сами так вот эту часть немножко выглаживаем где уши вот эти нам части тоже не нужны вот так потом там можно что-то пролепить так что еще ну вот эту часть x симметрию можно вот так вот включить здесь она потоньше идет губа что тут еще вот эта часть поменьше тоже как-то здесь можно зубы еще вставить долепить или скуба ну и ставим наверное кисть стандарт уменьшаем вот эту часть и вот через alt делаем здесь вот типа впадины вот так и делаем геометрии мира and well так здесь вот с помощью мофта пола же можно так x симметрия включить почему не включается понятно у меня модель не симметрично стоит вот так как-то здесь приподнимаем так зубы я добавлять не буду это вы сами уже сможете сделать вот эту часть черепушку тоже корректируем немножко модель уводим вот сюда у нас ее тут две уже появилось вот так одну так control w удаляем делаем dell hidden ну такая словом заготовка вот анатомия головы можно здесь пасть побольше сделать где-то что-то вдавить где-то что-то вытянуть вот такая получается приколюха ну а следом все готово в принципе нужно объединить саптулы так вверх поднимаемся это у нас тело делаем merge down и все следом объединяем так теперь переворачиваем вот в такое положение и разворачиваем у меня модель была не по иксу стояла поэтому я так и делал так control z непонятно ctrl z снимаем маску что тут получается жалко нету тут семерки на нам паде тройки на нам паде так вот так как-то подставляем ловим шею немножко можно все это сдавить вот такая штука получается теперь делаем геометрии мира and well ctrl z не потому иксу я это дело все поставил вот так как-то делаем мира and well и вот у нас получается лошадь тело нормально единство что голову нужно позвоночнику то я все делаю надо сделать дайна мэш чтобы можно было ее уже корректировать давайте сделаем так делаем ctrl w одну полигруппу так что еще тут получается и теперь мофт ополуджи где-то как-то что-то можно поправлять отрегулировать так теперь шею вот так голову таким вот образом костяшки добавляем подтягиваем и делаем опять модифит ополаджи мир вот такая штука ну здесь вот с ребрами немножко можно посидеть и как-то их подкорректировать вот вниз вот так подтягивать позвоночник больше вытянуть это уже корректировка так вот шеи какая кака получилась почему она такая вышла потому что шея была чуть-чуть ну неправильно наклонена что ли так что мы теперь можем вернуться на момент где вот эта шея сделать ей маскирование ctrl и и попробовать чуть-чуть подкрутить и чуть-чуть оттянуть как бы вот так ну а теперь мир n2l ну вот нормально потом можно надуть будет все это дело так ну словом получается вот такая заготовка в принципе здесь не можно уже работать подтягивать что-то где-то пролепливать где-то придавать какую-то форму тут еще полепить именно кости вот эти переходы где-то что-то еще подкорректировать не без этого постановку вот этих лап костей где-то что-то состыковать еще вывести сюда вот какую-то деталь ну вот ну и голову само собой тут голову чуть-чуть придется полепить посмотреть именно как состоит череп чтобы более-менее уже он приобрел божеский вид ну вот такая получается лошадь внимание обращать если он более приближенная к настоящему нужно что-то будет сделать тут косточку еще нужно добавить выходит здесь вот с костями выровнять их как-то пролепить копыта чуть-чуть подкорректировать вот ребра можно тоже немножко где-то тоньше сделать где-то может еще добавить этих ребер придать им вот чтобы они были нормальной формы вот так вот такая штукенция вот такой вариант из человека сделать скелет лошади все всем пока до свидания в следующем ролике будем делать рик для вот этого для коня для этого скелета и хочу вместе с тем скелетом анимацию такую небольшую сделать движение на лошади пока